Солча лист, Израиль, Израиль, бумажный тигр, Рахели Бин Дерман, Чолча лист, Израиль, 1 августа 2019 года, Израиль, возможно, является стартап-нацией высокотехнологической державой, однако во всем, что касается платежных систем, еврейское государство продолжает отставать от других стран, особенно в том, что имеет отношение к использованию наличных денег и сотрудников. Сокращение объемов черного рынка капитала Оборот наличных денег в Израиле в 2018 году, разница между наличностью, которую граждане снимают и вкладывают в банках, составил 85,9 миллиардов шекелей. Это на 4% больше, чем в 2017. За три последних года объем хождения наличных денег в стране вырос на 5%. Правда, Центробанк утешает нас тем, что за прошедшие десятилетия этот показатель увеличился лишь на 10%. В наше время, когда банки предлагают мобильные кошельки, а израильтянам принадлежат такие изобретения, как Уэйс, УАЗИ, и Мобайл-Ай, Мобилея, мы, в Израиле, треть своих платежей осуществляем посредством бумаги. Почему это происходит? Почему государство не прилагает больше усилий, чтобы сократить использование этих архаических платежных средств? Ответ известен. Черный рынок капитала. Мелкий и средний бизнес. Частные предприниматели, которые предпочитают часть оплаты своих услуг получать наличными, по-черному, и не вкладывать их на банковский счет, чтобы избежать выполнения строгих правил, направленных против отмывания капитала. Поэтому они приходят в супермаркеты, к подрядчикам и в залы торжеств с пачками купюр в карманах. И хотя недавно вступивший в силу закон, ограничивающий оплату наличными 11 тысячами шикелей, пытается бороться с данным явлением, этих усилий явно недостаточно. Слишком много тех, кто заинтересован в хождении большого количества наличных денег. Пока государство не начнет настоящую войну против черного рынка капитала, ничего не сдвинется с места. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...